Общее сведение. Пришеечный кариес, разновидность кариеса, характеризующаяся деструкцией твердых тканей на границе коронки и корня зуба рядом с десной. Согласно классификации, принятой в стоматологии, в зависимости от локализации выделяют фессурный, пришеечный, цервикальный, контактный, аппроксимальный и кольцевой, циркулярный кариес. Пришеечным кариесом могут поражаться губные, щечные, язычные поверхности боковых и фронтальных зубов. Пришеечный кариес чаще возникает у людей в возрасте 30-60 лет. Пришеечный кариес относится к числу наиболее опасных типов кариеса, поражающих зуб в наиболее уязвимом месте и способствующих его к быстрому разрушению. Пришеечный кариес – причина пришеечного кариеса. В целом кариес пришеечной области развивается вследствие тех же причинных механизмов, что и кариозные процессы других локализаций. Вместе с тем, возникновению пришеечного кариеса благоприятствуют особые условия, имеющиеся в предесневой области. В первую очередь, это труднодоступность данной зоны для качественного гигиенического ухода, а, следовательно, повышенное скопление зубного налета и образования зубного камня в пришеечной области. Прослеживается прямая связь между пришеечным кариесом и гингивитом. Кроме этого, в области шейки и зуба толщина эмали составляет всего 0,1 мм, тогда как в области бугров 1,7 мм, а в области фиссур 0,6-0,7 мм. Тонкий слой эмали относительно легко повреждается при чистке зубов абразивными пастами, зубными порошками, жесткими щетками. Среди прочих факторов развитию пришеечного кариеса могут способствовать частое употребление в пищу кислых продуктов и прием лекарственных препаратов, повышающих пористость эмали, беременность. При поражении пришеечным кариесом одновременно нескольких зубов, скорее всего, следует думать об эндокринной дисфункции, сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы. Симптомы пришеечного кариеса В своем развитии пришеечный кариес проходит те же стадии, что и любое другое кариозное поражение, стадию пятна поверхностного среднего и глубокого кариеса. В начальной стадии эмаль в области шейки и зуба теряет блеск и становится матовой, на ней появляется светлое, меловидное, либо пигментированное пятно с гладкой поверхностью, клинические проявления отсутствуют. В дальнейшем поверхность пятна становится шероховатой, что свидетельствует о начавшемся разрушении эмали, субъективные ощущения характеризуются кратковременной болезненной реакцией на химические, механические и температурные раздражители. Это свидетельствует о переходе пришеечного кариеса в следующую клинику морфологическую стадию поверхностную. Слабость эмали в области шейки и зуба способствует достаточно быстрому прогрессированию пришеечного кариеса в стадию среднего и глубокого кариеса, который клинически проявляется образованием кариозной полости, застреванием пищи, болевой реакцией при разговоре приеме пищи, чистке зубов. Глубокий кариес может сопровождаться значительным разрушением зуба и осложняться развитием пульпита. Пришеечный кариес обычно локализуется на губной или щечной поверхности зубов, иногда поражение охватывает всю прикорневую шейку зуба. По типу циркулярного кариеса. Диагностика пришеечного кариеса. Опытный стоматолог может распознать пришеечный кариес еще на стадии миловидного пятна. Как и в других случаях проводится осмотр полости рта, зонзирование, оценка гигиенического индекса. Дополнительные методы диагностики пришеечного кариеса могут включать термопробу, витальное окрашивание, электродонтодиагностику, трансиллюминацию, рентгенографию зуба, радиовизиографическое обследование. В процессе диагностики пришеечный кариес следует отличать от клиновидного дефекта, эрозии мали, флюороза. Если у пациента обнаруживается несколько зубов, пораженных пришеечным кариесом, его следует направить на консультацию к эндокринологу. Для исключения патологии эндокринной системы.